Враньё на 20 миллиардов. Как и кому Россия на самом деле списывает долги? Статья на Конте за 28 октября 2019 года. Прихожанка. Всплеск спекуляций СМИ и соцсетей на теме якобы списанных африканским странам долгов показал, что журналистика и критическое отношение к прочитанному в России практически истреблены. Первый источник информации по всей видимости Интерфакс, изложивший всё совершенно нормально. Владимир Путин выступил на форуме, напомнил о человеческом отношении России к проблемам Чёрного континента, выслужил заслуженные аплодисменты. Но потом что-то пошло не так. Напомним, год назад на форуме молодых дипломатов Азиатско-Тихоокеанского региона министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Россия списала за последние 20 лет долгов на 140 миллиардов долларов, в том числе Африке 20 миллиардов за 15 лет. Ещё за год до этого ту же самую цифру озвучивал и Владимир Путин. За это время были новые списания, например, свежие 163,6 миллиона Эфиопии, но цифра существенно не выросла. Почему же давно известный факт вдруг произвёл такое впечатление только сейчас? Потому что некие СМИ, не будем показывать на коллег пальцем, истолковали слова президента как некое новое списание долгов, дополнительное к прежним. Дескать, для своих пенсионная реформа и рост налогов, для африканцев все радости жизни. Интернет полон искромётного юмора и гневных отповедей. Африка отчиталась о досрочном выполнении майских указов. Поменял имя на Мумба-Юмба, покрасился чёрным гримом и пошёл в банк. Кредит так и не простили. Не уважают гады, пример президента. Зря Путин Африке 20 миллиардов простил, лучше бы пенсионеров поддержал. Как? Прибавку к пенсии надо было выдать африканскими долговыми расписками. Прошу считать россиян Африкой и списать им все долги. Да будь ты и неграм преклонных готов и с мордой чёрной до сини. Не спешат тебе ни копейки долгов, когда гражданин ты Россия. Сегодня мы подарили Африке почти по 9 тысяч рублей, каждый, от пенсионера до младенца. А на лечение детей своих собираем на РЕН-ТВ смс-ками. Люди, что с вами происходит? Когда вы разучились понимать простые слова, Россия к настоящему моменту списала африканским государствам долги более чем на 20 миллиардов. И не повод ли это начать применять недавно принятый закон о фейках? Как можно было так идиотски интерпретировать слова президента, который к тому же фактически цитировал самого себя двухлетней давности? Наоборот, из повторения суммы следует, что списания практически прекратились. Правда, встретившие заявления Путина овации руководители африканских стран тоже, кажется, не очень поняли в чем дело. Но мы не расисты, выводы делать не будем. Несложно подсчитать, что Россия в среднем списывает африканским странам чуть более 1 миллиарда долларов в год. Кстати, долги эти главным образом советского происхождения. В обмен мы получаем особо удобные условия для своей деятельности в прощенных странах. На данный момент у Африки просто нет 20 миллиардов долларов долгов перед Россией. Нет, скорее всего, и 2 миллиардов. Но об этом ниже. А что для своих? Чужим списание своим долговые ямы обвиняет благосфера правительства. Между тем, своим гражданам Россия долги вполне себе прощает. Просто мы это воспринимаем как должное. Списание всех долгов индивидуальных предпринимателей по страховым взносам за несколько лет помогло многим спящим ИП избавиться от бремени задолженности по большому счету ни за что. Далее, долги по линии ЖКХ при тяжелом материальном положении списываются в индивидуальном порядке. Добиться этого сложно, но возможность такая существует. Далее, есть в конце концов процедура банкротства физических лиц. Несмотря на сопротивление банковского лобби, этот закон принят и работает. А в обозримом будущем можно ожидать упрощения процедуры. Далее, планируется списать долги перед бюджетом тем российским регионам, которые успешно выполнят положение майского указа 2018 года. Далее, есть частные случаи, скажем, долги жителей Чечни перед структурами Газпрома по всей видимости выплачены не будут без последствий для должников. Поверьте, африканским лидерам тоже приходится прилагать немало усилий, дабы убедить Россию сделать великодушный шаг. Кто нам должен? Есть три основных типа денежной помощи, которые выдает в последние годы Россия. Первое. Плата за лояльность. Заведомо невозвратные долги. Одновременно они поддерживают стабильность нужного режима, поскольку в случае недружественной смены власти, счета немедленно будут предъявлены к оплате. Именно для этого Россия, скажем, выдала Украине Виктора Януковича 3 миллиарда долларов, яростно оспаривавшиеся Украины Петра Порошенко. Второе. Кредит на покупку нашего оборудования или наших услуг. Железные дороги для Северной Кореи, электровозы для Кубы, оружие для Венесуэлы и многое другое мы поставляем фактически за собственный счет. Иногда эти деньги возвращаются, когда кредитуем достаточно серьезные государства вроде Турции или Ирана. Чаще нет. Задоподобные акции загружают работой наши предприятия и наших специалистов. Третье. Кредит на покупку ресурсов. Ситуация, когда Россия за свой счет помогает другим государствам с разработкой месторождений и получает оплату натурой. Яркие примеры Венесуэла и Иран. Сколько же этих долгов? В целом нам очень мало должны, отчасти и благодаря списаниям. Есть разные подсчеты, ибо далеко не вся информация по кредитам находится в открытом доступе, особенно когда она связана с военным сотрудничеством. Нижняя оценка 27 миллиардов долларов, верхняя 40 миллиардов. 40 миллиардов это одна сороковая ежегодного российского ВВП, то есть деньги, которые страна зарабатывает за 9 дней. Это примерно в 3 раза меньше, чем сумма ежегодно выплачиваемых в России пенсий, раз уж кому-то хочется поспекулировать на реформе. Наш крупнейший должник – Белоруссия, которая регулярно рефинансирует у нас эти же 7,5-10 миллиардов. Долг можно считать вечным. Списывать его не будут, чтобы держать поведение ветреного союзника в разумных рамках, но и отдавать его не будут. Аналогичная ситуация с Киргизией, еще один серьезный должник Венесуэла, финансовые возможности которой близки к нулю. Другие известные должники – Армения, Украина, Индия, Бангладыш, Куба, Марук и Китай, до последних дней – Эфиопия. Еще один крупный должник России – США, ибо трежерис, в которых мы храним часть своих резервов, ничто иное, как государственные долговые обязательства. Сама Россия до последнего времени практически не имела внешнего долга. Минфин зачем-то вышел на рынок заимствований, но скорее, чтобы напомнить меру о своем существовании, чем ради нескольких миллиардов долларов. В фонде национального благосостояния и других золотовалютных резервов мы храним во много раз больше. В общем, получилось, как в том анекдоте. Во-первых, не миллион, а тысячу, во-вторых, не в лотерею, а в карты, и в-третьих, не выиграл, а проиграл. Да, Россия простила Африке старые советские долги, но было это давно, продолжалось очень долго, и это далеко не главное направление нашей русской щедрости. 32 миллиарда кубе, 11 миллиардов Монголии, 11 миллиардов Афганистану, 10 миллиардов Сирии, 9,5 миллиардов Вьетнаму. В топ-5 крупнейших наших списаний этого века государства Африки вообще отсутствуют. И что-то не помнится шквала негодования по каждому из этих случаев. А тут возбудились, буквально на ровном месте. С такими неадекватными реакциями пора к сексологу заглядывать. Мельников Михаил, статья на Царьграде, опубликована прихожанкой у себя в блоге. Вранье на 20 миллиардов. Как и кому Россия на самом деле списывает долги?